Преступления в состоянии алкогольного опьянения в нашем городе стали происходить все чаще. Бьют тревогу надзорные органы. Приговором Славянского городского суда житель Славянска-на-Кубани был признан виновным в совершении убийства своего брата. С подробностями наши корреспонденты. Судья выносит приговор. Осужденный стоит в зале суда за решеткой, низко склонив голову. Перед вынесением решения суда подсудимому дают последнее слово. Он раскаивается. Говорит, что сожалеет о случившемся. На 8 лет отправился за решетку, виновный в смерти своего родного брата. Преступление было совершено во время распития алкогольных напитков. Между родственниками произошла драка, которая в итоге привела к смерти одного из ее участников. Граждане беспробудно выпивали спиртные напитки. И, к сожалению, это становится для ряда лиц нормой. Но мы не намерены с этим мириться и будем очень жестко с этим бороться. Вот как по этому делу ясно, что целый день братья распивали спиртные напитки. В дальнейшем между ними произошла ссора. Как всегда, это бывает по малозначительному поводу. Которая в дальнейшем переросла в драку. Виктор, поскольку был физически более сильным, он избил Александра Егорова, нанес ему не менее 8 ударов ногами по туловищу, голове. И в результате причинил множественные переломы ребер. От получения травм, от болевого шока, от перелома ребер потерпевший скончался через непродолжительный промежуток времени. Славянский городской суд с учетом явки с повинной и раскаяния подсудимого назначил виновному 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Будучи трезвым, конечно, Виктор раскаялся. Но, так сказать, здесь даже потерпевшая была признана сестра. То есть, фактически такая семейная драма. И виной, как я еще раз скажу, этому алкоголь. По словам прокурора Славянской межрайонной прокуратуры Александра Фоменко, такие случаи, как этот, увы, не редкость. К сожалению, люди в состоянии алкогольного опьянения зачастую и совершают подобные преступления. Все убийства фактически совершены в состоянии алкогольного опьянения. Помимо убийств у нас идет рост преступлений, связанных, вот как и в отношении рассказываемого Егорова, по части 4-й, 111-й. Они очень близкие составы, со статьей 105-й, части 1-й. Тоже здесь наступает смерть человека при нанесении тяжких телесных повреждений. У нас тоже плюс 1. В целом по 111-м частям первым есть небольшая тенденция снижения преступлений. У нас минус 12 преступлений. Это нанесение тяжких телесных повреждений. То есть меньше стали использовать ножей в бытовых конфликтах. Это радует. Но, тем не менее, по последствиям мы видим рост на лицо. Три человека, на четыре человека лишились жизни из-за алкоголизации, из-за непродуманных каких-то действий. Сесть за решеткой из-за необдуманного поступка в алкогольном опьянении – плохая перспектива. Стоит задуматься, каким вы хотите видеть свое будущее. Тина Копачевская, Александр Косицын, программа «События». Субтитры создавал DimaTorzok